Всем привет! Есть такое заблуждение, что жизнь раньше была безопаснее и спокойнее. Разумеется, это всего лишь заблуждение. Каждый исторический период может похвастаться целым набором странных общественных привычек, традиций и убеждений. Некоторые из них действительно полезны по меркам того времени, но для нас все равно могут показаться абсолютной дикостью. Также вы можете подписаться на канал, нажав на значок подписаться под видео. Поехали! Патрисия О'Кифф весом 30 килограмм возит на спине 90-килограммового мужчину в 1940 году. В 1973 году в Амстердаме автомобильное вождение было под запретом из-за топливного кризиса, но решение было найдено. В 1939 году в США мельницы стали поставлять муку в цветастых мешках. Это было сделано для того, чтобы после бедняки могли сшить себе одежду из мешковой ткани. На фотографии 200-килограммовый окунь и рыбак Эдвард Левилен, который в одиночку смог поймать это чудовище. Кстати, его рекорд не побит и по сей день. В 1938 году школьная учительница Хелен Хьюлик была приговорена к пятидневному тюремному заключению за то, что явилось на судебное разбирательство в брюках. Подобный вид рассматривался как неуважение к суду. А это Ниагарский водопад, который временно остановлен для реставрационных работ в 1969 году. В период с 1939 по 1945 годы британские саперы часто находили такие мини-танки. Их использовали немецкие солдаты, чтобы подрывать снизу полноразмерные военные машины. Президент США Линдон Джонсон любил производить впечатления на своих гостей и катать их на машине-амфибии по озеру. Ничего необычного, члены организации Куклус Клан катаются на колесе обозрения в 1925 году. Во время съемок фильма «Доктор Ноу» Шон Коннери дал автограф на кокосе для маленькой фанатки с Ямайки в 1962 году. А так в 1890 году выглядела система из 5000 телефонных линий в Стокгольме. Хочешь научиться плавать, но до воды далековато, решение придумали еще в 1920 году. Но у тех, у кого вода была рядом, учили плавать благодаря этим приспособлениям. Дурацкие фотографии с животными стали делать еще в 1875 году. А это американский солдат, которому понравился быт аборигенов в период с 1941 по 1945 год. В 1930 году пони были для настоящих девочек и слабаков, а все настоящие мужчины катались исключительно на кабанах. Магазин «Массу» часто нанимал детективов, чтобы предотвратить кражу. В 1948 году все подставные работники делали групповое фото, но личности своих не раскрыли. Колесницы — это круто, мотоциклы — это тоже круто. Полиция Южного Уэльса решила совместить всю эту крутость в одном транспортном средстве. Самые красивые ножки в 1930 году выбирали именно так. Энн Ходжес и ее доктор Муди Джейкобс демонстрируют прессе «Синяк на теле Энн», оставленный осколком метеорита, упавшего в 1945 году. Ужасы войны. Солдаты используют газовые маски, чтобы чистить лук. А вот победительница конкурса «Мисс Идеальная осанка» на конвенции мануальных терапевтов в 1956 году. Ну и напоследок. На этой фотографии запечатлен момент тестирования футбольного шлема в 1912 году. На сегодня это все. Не забудьте подписаться и посмотреть другие видео на моем канале. Ну а если вам понравились мои видео, то ставьте лайк.